ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы начали съёмки проекта «Агдам и я» с середины апреля 2021 года, то есть уже полтора года. И всё это время нас неотступно сопровождают сотрудники «АНАМА», без помощи которых наша работа была бы невозможной. В социальных сетях нам очень часто задают вопросы о том, как получается, что мы свободно передвигаемся по освобождённым территориям и ничего страшного не происходит. А зрителям мы не рекомендуем посещать эти территории. Я очень ждала съёмок именно этого выпуска, чтобы дать ответ на этот вопрос, показать, как же получается, что мы, как вы говорите, свободно передвигаемся на опасных территориях и не подрываемся на минах. На самом деле ни о каком свободном передвижении не может быть и речи, конечно же. Мы проводим съёмки в строго ограниченной зоне при постоянном сопровождении специалистов «АНАМА», которые заранее проверяют места, где мы планируем снимать. Согласно процедуре, до начала съёмок мы обращаемся, чтобы узнать, можем ли мы работать на том или ином участке. И даже если он считается безопасным, специалисты «АНАМА» ещё раз проверяют его в нашем присутствии. Резюмируя, я хочу сказать, что мы, съёмочная группа проекта «АГДАМ и я», пять человек, я, три оператора и наш водитель, обязаны своей жизнью и здоровьем специалистам «АНАМА» и хотим выразить им свою благодарность и пожелать им, чтобы Всевышний всегда берёг их. Сегодня мы хотели показать вам, как именно мы работаем, как избегаем опасности. Это улица Азизбекова. Вы неоднократно спрашивали нас, почему мы не снимаем эту улицу. Вся эта улица, как вы можете увидеть, заросла кустами, травой. Это участок улицы Азизбекова со стороны школы номер 8, а если использовать старые довоенные адреса, это место находится за интернатом. Всё это место было завалено какими-то обломками, поваленными кустами, и когда мы обратились за разрешением провести здесь съёмку, сотрудники «АНАМА» расчистили вход, чтобы мы могли по ней пройти. И сегодня мы, в сопровождении специалистов «АНАМА», пройдём по этой улице вместе с семьёй, которая впервые за 30 лет увидит место, где находился их отчий дом, и покажем вам, как проходят наши съёмки, как именно мы работаем. Уверена, вам будет интересно. Добро пожаловать. Добро пожаловать в свою родную деревню спустя 30 лет. Мы пойдём к вашему дому в сопровождении специалистов «АНАМА». Мы пойдём вот по этой тропинке, вы должны следовать за мной, и ни в коем случае нельзя идти рядом, только друг за другом. Нельзя выходить за границы тропинки, которая отмечена красным цветом. Специалисты «АНАМА» отмечают безопасный путь с такими отметками. Вы наверняка не видите их в кадре, а если даже видите, не обращаете внимания. Посмотрите на эти отметки, которые специально для нас поставили специалисты «АНАМА». Как вы видите, мы передвигаемся только по этой узкой тропинке между этими отметками. Обратите внимание, что мы не следуем вплотную за сотрудником «АНАМА». Расстояние между нами составляет не менее 50 метров, и только после того, как наш проводник убедится в безопасности дороги, мы следуем за ним по оставленным им отметкам. Прямо сейчас вы можете увидеть, как именно мы проводим съемки. А на каждую улицу и в каждый двор, где мы снимаем, мы попадаем именно так, строго следуя всем мерам безопасности. Причем зачастую мы не показываем кадры нашего пути к месту съемок. До дома, в который мы направляемся, примерно 150 метров, и совсем скоро мы окажемся в месте, где находился дом семьи тети Маркизет, и начнем искать непосредственно сам дом. И если это будет безопасно, войдем во двор этой семьи. И prelimачий. Субтитры сделал DimaTorzok Подойдите сюда, пожалуйста. Это ваш дом. Это наш дом. Наш дом. 30 лет. 30 лет прошло. Наши тутовые дерева срубили. Я бы хотел зайти во двор. Нет, нет, я понимаю, туда нельзя. Слава Аллаху, это наш дом. Дом визуально осмотрен. Там безопасно. Мы можем зайти внутрь и посмотреть. Но вы должны передвигаться только в границах этих отметок. Ни в коем случае не выходите за эти границы. Особенно вот туда, где большое количество поваленных деревьев, куски металлической проволоки. Эта сторона дома, где находится родник, также проверена. Туда можно пройти, но не дальше. Также нельзя заходить в соседние дома или дворы, так как там еще не проводилась проверка. Ради вашей же безопасности не покидайте проверенную зону. Сними вот это. Вот это. На видео сними. Спасибо вам большое. Пусть Аллах хранит вас. Вы всегда нас оберегаете. Без вас мы опасаемся сделать даже один шаг. Спасибо. Храни вас Бог. Полностью разрушили. Вот это наша комната. У нас был двухэтажный дом. Армяне его полностью разрушили. Будь они прокляты. Мой отец был маляром и сам ремонтировал дом. Сынок, посмотри туда. На эти узоры. Наверху. Видишь? Да, этот узор на стенах создал мой отец. У него были золотые руки. Как сейчас помню, какие красивые вещи он создавал. Хорошо гулять на чужбине, а умирать надо на родине. Спустя 30 лет я наконец вернулась на свою родину. Нашла свой дом. Свадьба моих детей состоялась здесь. Моя невестка пришла в этот дом. Когда я покидала этот дом, мне было 45 лет. И вот, наконец, я здесь. Дай Бог вам всем здоровья. Пусть Аллах успокоит души наших шахидов. У меня просто нет слов. Оказаться в доме, где я родился и вырос спустя 30 лет, я даже не знаю, как вас благодарить. Я всегда молил Бога, чтобы Он мне позволил еще раз побывать в родном Агдаме, который я все эти годы часто видел в своих снах. И вот я вновь в своем отчим доме. Слава Аллаху, что этот день наступил. Я и моя сестра родились и выросли здесь, в этом доме. Наши свадьбы состоялись в этом доме. Посмотрите, это приглашение на мою свадьбу, которая состоялась в этом самом доме в 1984 году. Здесь все указано. 1984 год, 3 и 4 ноября. Сбоку от дома, вот там, была свадебная палатка. Сохранил себе на память. Я так взволнован. Вы, наверное, видите сами. Еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Мы столько плакали от тоски по родному краю, а сегодня плачем от счастья. Я молю Бога, чтобы каждый из тех, кто потерял свой дом, свою родину, испытал то, что испытываю сейчас я. Все эти 30 лет я жил с тоской по отчему краю. Я думаю, настоящую цену родине может понять лишь тот, кто ее потерял. То, что мы сегодня здесь, это заслуга нашей доблестной армии и работников Анама. Скажу честно, просматривая ролики об их работе по телевизору, я думал, что это не сложная работа. Теперь я понимаю, что это самая сложная работа. Я очень им благодарен. Очень. Их заслуги неоценимы. Каждое мгновение их работы — это смертельный риск. Я понимаю теперь, какую сложную работу выполняете и вы, съемочная группа. Какой опасности подвергаете себя, чтобы мы могли хотя бы через экран телевизора увидеть свою родину. Молю Аллаха, чтобы он даровал сотрудникам Анама крепкое здоровье, чтобы он оберегал их от бед и опасностей. Будь прокляты армяне, которые заминировали все эти земли, подвергая нашей жизни опасности. Я внук человека по имени Дамерчи Камал, который родился и жил в Агдаме. Сам же я родился уже после оккупации Агдама в поселке Сараджалы в 1994 году. Я никогда не видел эти земли, лишь представлял их в своем воображении, когда моя семья вспоминала здешнюю жизнь. Отец, как и дедушка, всегда рассказывал мне о нашем родном крае. Я и сам принимал участие в боевых действиях. Слава Аллаху, вернулся с войны целым и невредимым. После возвращения я начал интересоваться, чем еще я могу послужить своей родине. Знаете, когда мы жили в Сараджалы, где я родился, я всегда смотрел на эти горы и думал, неужели наступит день, когда я наконец смогу здесь побывать? Я решил записаться в ряды Анама. Записался добровольцем, и после 35-дневного обучения в Гёй-Гёле меня приняли. И мы начали медленно продвигаться, очищая нашу землю от мин, от поселка к поселку, от деревни к деревне. Начали с окрестностей Сараджалы, Агдамкент, Тевабетеран. Родители рассказывали мне, что наш дом находится чуть выше канала. И когда в составе группы саперов я проводил зрительный осмотр местности, я наткнулся на этот канал. Я сразу же позвонил отцу, чтобы он мне подробно объяснил, где находится наш дом. Пройдя всего 150 метров, я оказался около этого резервуара для воды и увидел дерево инжира, о котором рассказывал отец. Тогда я вновь позвонил отцу и сказал, что нашел дом его детства. Даже несмотря на то, что здесь все разрушено, это наш дом, наш отчий край. Эти чувства невозможно описать или передать, даже несмотря на то, что я здесь никогда не был раньше. Я стою сейчас в месте, о котором отец рассказывал мне часами. Узнав об Анамо, я понял, что хочу быть здесь, принимать участие в разминировании, очищать эти земли от мин, снарядов и прочих опасных объектов. С Божьей помощью мы очистим все земли, и сюда вернется жизнь. Я родился в 1998 году в деревне Мерзе, Агдамского района. Мне было пять, когда мы покинули свою деревню, и я лишь смутно эпизодами помню свою жизнь здесь. И вот спустя 30 лет мы вернулись. Когда закончилась Отечественная война, я как Агдамец решил, что должен принимать участие в разминировании родного Агдамского района. Я обратился в Анамо. И вот я здесь. Я очень горжусь быть в рядах Анамо. Самыми заминированными за 30 лет оккупацией участками являются деревни Юсиф Джанлы, но в Рузлу – Мерзели. Мы сейчас находимся на дороге, которая ведет в мою родную деревню, но не можем туда попасть, потому что враг заминировал все вокруг. С Божьей помощью мы в ближайшее время очистим Мерзели от мин, и сможем, наконец, попасть на родину наших предков. Все мы, я, моя семья, и все, кому когда-то пришлось покинуть свою родину. Так как же выглядит процесс разминирования? Как начинается и завершается рабочий день сапера? Рабочий день начинается с раннего утра. Вместе с дислокацией руководитель группы проверяет личный состав и оборудование. Затем мы грузим оборудование на автомобили, и колонны едем на место разминирования. После прибытия в зону разминирования супервайзер еще раз собирает всю группу и проводит брифинг по безопасности. Затем саперы облачаются в специализированную одежду, проверяют детекторы. Убедившись, что все оборудование работает в штатном режиме, они рапортуют об этом руководителю группы, подписывают протокол о безопасности и отправляются на участок. Каждому саперу показывает участок, на котором он будет работать. Непосредственно на участке сапер первым делом должен еще раз проверить ту часть участка, который был им проверен в предыдущий рабочий день, и лишь после этого приступить к новому. Используя специальную линейку и детектор, он продвигается мелкими шагами по 20 сантиметров или до первого сигнала детектора. При срабатывании детектора сапер немедленно отмечает место сигнала и начинает проверку в лежачем положении. В первую очередь это зрительный осмотр, поиск лесок ловушек. Если сапер не обнаруживает никаких препятствий, он начинает копать специальной саперной лопатой. Согласно процедуре сапер должен вырыть лунку глубиной в 20 сантиметров или пока не обнаружит источник сигнала, какой-либо металлический предмет или мину. Если обнаруженный предмет оказывается металлическим предметом, сапер извлекает его, а затем проводит повторную проверку детектором. Если же обнаруженный предмет оказывается миной, он поднимает руку, сигнализируя руководителю группы, который должен подтвердить наличие взрывоопасного предмета. В случае, если наличие мины подтверждается, сапер переводится на другой участок. Одной из важнейших обязанностей сапера является очистка участка от трав и сорняков. Думаю, вы уже заметили, что большинство минных полей буквально заросло травой. Сапер должен постепенно срезать траву сверху вниз, пока от нее не останется небольшая часть высотой в 5 сантиметров от поверхности земли. Зачем это делается? Как вы знаете, некоторые виды противопехотных и противотанковых мин приводятся в действие при помощи лесок-ловушек, которые очень сложно заметить невооруженным взглядом. Их привязывают между зарослями травы или другими предметами. Поэтому, если сапер обрежет траву под корень или потянет ее, ловушка может прийти в действие. Именно поэтому сапер обрезает сверху вниз, внимательно проверяя каждый срезанный кусок на предмет наличия лески. Это очень опасная процедура, которую сапер должен выполнять с осторожностью. Саперы продвигаются вперед в прямом смысле этого слова мелкими шажками. На участках, где проводятся работы по разминированию, организуются специальные медицинские посты, где устанавливают вот такой белый флажок и носилки. Такие посты есть на всех участках. В случае происшествия пострадавшего доставляют именно на этот пост, куда также подходит врач. Эвакуация также осуществляется с этого поста. Основной задачей медицинской службы «АНАМА» является оказание первой медицинской помощи, с чем наши парамедики справляются на высоком уровне. Медицинская служба «АНАМА» функционирует при каждом участке разминирования и состоит из двух постов. Первый пост оборудован носилками для эвакуации пострадавших, а второй отвечает за оказание медицинской помощи. Первый пост организуется на участке разминирования руководителем группы саперов, а второй — совместными усилиями руководителя группы и парамедика. При необходимости пострадавшего доставляют на пост эвакуации, откуда он на носилках доставляется на медицинский пост. Уже здесь парамедик начинает оказывать всю необходимую медицинскую помощь. В первую очередь — это остановка кровотечения, действия по обезболиванию и проверке жизненно важных показателей. Затем пострадавшего эвакуируют в ближайшее медицинское учреждение. Хочу еще спросить вас про всякую живность, которая встречается на пути саперов. Змей, скорпионы, осы — мешают ли они вам выполнять свою работу? Знаете, мы уже достаточно долгое время занимаемся разминированием. Но такого количества змей, как в этом году, я не припомню. В прямом смысле слова, земля в этом году буквально кишит змеями. Во время работы мы сталкиваемся с разными видами змей, как ядовитых, так и безвредных. Некоторые из них достигают двух метров в длину. Кроме этого, ребята часто встречают ядовитых пауков и скорпионов. Специфика работы саперов такова, что большую часть времени они проводят лежа на земле, что повышает для них риск получить укус ядовитой змеи. То есть, помимо того, что сапер максимально внимательно изучает каждый сантиметр земли на предмет наличия опасных предметов, он также должен обращать внимание на большие камни или другие предметы, под которыми могут находиться змеи. Повстречав такой предмет, сапер внимательно изучает его, стучит по нему саперной лопатой, чтобы змея или скорпион убежали прочь. Хочу отметить, что медицинская служба «Анама», помимо всего прочего, снабжается противоядием от змеиного яда, что позволяет оказывать пострадавшим своевременную помощь. У нас были случаи, когда сапер поступал в медицинский пункт со змеиным укусом. Однако в результате своевременной инъекции противоядия попадание яда в кровь удавалось избежать. «Анама» заботится о своих сотрудниках и снабжает их всем необходимым. В целом наши саперы работают круглый год, за исключением дней, когда выпадают осадки. В такие дни и без того сложная работа саперов становится трудновыполнимой. Еще одним природным явлением, которое затрудняет работы по разминированию, является туман. Во время сильного тумана руководитель группы не может поддерживать зрительный контакт со всеми саперами, что запрещено нормами безопасности. По этой причине в условиях густого тумана работы проводятся группами по два человека. В этом случае один из саперов наблюдается работой своего коллеги на безопасном расстоянии. В целом, погодные условия, конечно же, влияют на нашу работу. В условиях сильной жары или наоборот мороза в режим работы саперов вносятся изменения. Кроме этого, работающие в условиях сильного мороза саперы снабжаются горячим чаем. Истичай верили, что они работают обеспечены. Это первое место. На всех участках, где проводятся работы по разминированию, существуют такие административные зоны. Здесь саперы собираются до и после работы. И здесь же готовят чай во время сильных морозов, о которых нам рассказывал Эхтирам Джафаров. Я видела такие зоны на всех участках, где была до сегодняшнего дня. Во время 15-минутных перерывов саперы, которые работают поблизости, собираются здесь и пьют чай из таких самоваров. Не забывают и тех, кто работает на большом отдалении от административной зоны. Специально для них тут есть термосы, в которых им доставляют чай. Во время обеденного перерыва все сотрудники, которые работают на участке, собираются вместе в столовой, расположенной в мобильном лагере Анама. Каждый день ребята из агентства Анама кушают у нас. Завтраки у нас стандартные, а на обед и ужин каждый день разные блюда. С понедельника по воскресенье каждый день готовим что-то новое. Посмотрите, что у нас тут есть. Соус, гречка, плов, борщ, суп с вермишелью, макароны, голубцы, говядина, куриное мясо. Такое вот у нас меню. На завтрак у нас яйца, сосиски, молоко обязательно, печенье, сыр, масло и сладкий чай. У нас тут даже есть свое подсобное хозяйство. Вместе с девочками с кухни ухаживаем за грядками. У нас тут растут цветы, а из съедобного – зелень, помидоры, огурцы. Все свежее и натуральное. Какое любимое блюдо у саперов? Самые популярные блюда у нас – это плов и борщ. Мы их готовим по вторникам. Съедают все. До последней крошки. Агдамский региональный центр «Анама» был создан с целью увеличения темпов разминирования Карабахского региона. Основная задача центра – это координация работы специалистов «Анама». В месте, где был построен центр в годы Первой Карабахской войны, шли активные бои. После ее окончания здесь была нейтральная зона. Мы расчистили эту территорию от мин и построили здесь полевой лагерь «Анама». Почему именно здесь был построен региональный центр? Это очень удобный в плане логистики район. Отсюда очень удобно добираться практически до любой точки Агдамского района. Именно поэтому была выбрана эта территория. Это центр модульного типа. Может быть разобран и перевезен в другое место. Для личного состава установлены казармы контейнерного типа. Также на территории функционирует столовая. Сотрудники «Анама», проживающие в близлежащих населенных пунктах, на ночь едут к себе домой. Для тех наших сотрудников, которые приехали издалека, здесь созданы все условия. На территории центра функционирует мастерская для ремонта и обслуживания автомобильной техники. Место для содержания специально обученных собак. Центр оборудован всем необходимым для жизни и работы сотрудников «Анама». Здесь, помимо всего прочего, оборудована спортивная площадка, где сотрудники могут заниматься спортом, играть в волейбол и футбол. «Анама» планирует увеличить скорость разминирования до 65 тысяч гектаров в год. Но есть обстоятельства, никак от нас не зависящие, которые мешают достижению этой цели. Речь идет о предоставленных армянской стороной минных картах, которые не в полной мере отображают действительность. Несмотря на то, что под давлением международных организаций минные карты были предоставлены, лишь 25% из них являются точными, что охватывает всего 5% от общей площади загрязненных территорий. Если верить этим картам, только на участке между Физули и Агдамом, армяне заложили свыше 97 тысяч мин. Один из советских заводов по производству мин был построен в Армении, и армяне, конечно же, не приминули этим воспользоваться, заложить на наших землях огромное количество мин. Я хочу, чтобы вы попытались осознать, о какой громадной площади идет речь. Протяженность бывшей линии соприкосновения составляла 250 километров, ширина 7 километров, а на картах, предоставленных армянами, указано лишь 179 километров. Некоторые территории там вообще не указаны. Например, часть территории между Кельбаджаром и Тертером. Некоторые участки между Агдамом и Тертером примерно 9 километров в Хаджавенском районе. И как бы ни было тяжело об этом говорить, 148 тысяч гектаров из общей площади заминированных территорий считаются зоной повышенной опасности, так как плотность минирования там выше, чем на остальных территориях. Одно из таких мест – поселок Юсиф Джанлы Агдамского района, все поселения которого находятся вблизи от бывшей линии соприкосновения. Юсиф Джанлы, Наврузлу, Мерзели считаются настолько опасными, что передвижение гражданских лиц в них до сих пор категорически запрещено. Эта дорога ведет в деревню Юсиф Джанлы, но нам не разрешили идти дальше. Слишком опасно. Совсем недавно, чуть дальше по этой дороге, произошел инцидент с подрывом на мине. В целом, здесь неоднократно были зафиксированы случаи подрыва на мине. Я работаю руководителем управления по механическому орошению Агдамского района. Вскоре после освобождения наших земель от оккупации, 3 марта 2021 года, в нашем ведомстве была сформирована специальная комиссия, в составе которой я приехал сюда для инвентаризации источников воды. Наша миссия привела нас сюда, в село Наврузлу. Я и сам родился в этой деревне в апреле 1967 года. Чуть дальше, в метрах 50-100 отсюда, находился наш дом. Знаете, это неописуемое ощущение. Радость от победы, гордость за свою родину и народ. Мысль о том, что дом, в котором ты родился, вырос, жил, наконец освобожден от оккупации. Здесь есть субартезианский колодец. Чуть дальше, я вам покажу его. Когда мы сюда приехали, мне захотелось пешком пройтись по местам, где я когда-то играл ребенком. Эти земли мы отвоевали у врага ценой жизни наших шахедов, ценой здоровья наших ветеранов. Прямо здесь, на месте, где мы сейчас находимся, я попросил остановить автомобиль. Нас было 4 человека в комиссии, но мне хотелось пройти этот путь первым. Как руководитель комиссии, я пошел впереди, предупредив коллег, чтобы они внимательно смотрели под ноги и шли прямо за мной, след в след. Таким образом, мы прошли примерно 15 метров. К сожалению, мы не можем сейчас уйти с дороги и пройти на это поле. Я шел и думал о том, что это моя земля. И я не должен бояться чего-то на своей земле. Я думал о наших отважных солдатах, которые сражались за каждый метр этой земли. Когда я дошел до этого места, услышал за своей спиной взрыв. Я никогда прежде не слышал ничего подобного. Это ощущение невозможно описать, и к нему невозможно подготовиться. Я непроизвольно лег на землю. Лежа на земле, я обернулся назад, чтобы посмотреть, что произошло. Я был сильно растерян в этот момент. Когда я немного пришел в себя, то понял, что лежу ничком вот в этом месте. Немного придя в себя, я вновь повернулся к коллегам и увидел на их лицах растерянность. Кивком головы они показали на мою ногу. Только тогда я заметил, что моя нога пострадала от взрыва. Мне оторвало пятку вот до этого места. Я увидел свои раздробленные, окровавленные кости и обгоревшую плоть. Меня тут же посадили в машину и отвезли в Борду, где меня прооперировали. В общей сложности я перенес 10 операций. Позднее государство обеспечило меня протезом. И сейчас я, слава богу, вновь хожу на двух ногах. Наш враг этого и добивался. Закладывая тысячи мин на наших землях, чтобы мы подрывались на них. Они хотели нас уничтожить, сломить наш дух. Я обращаюсь ко всем, кто сегодня работает на освобожденных территориях. К тем, кто посещает свои родные края. Соблюдайте осторожность. Ми не все равно кто ты. Местный житель или сапер. Богатый или бедный. Взрослый или ребенок. Я хочу обратиться к нашим гражданам с призывом не ходить в местах, еще не очищенных специалистами. Я, как человек, который прошел через все эти страдания, прошу их быть внимательными. И соблюдать правила, чтобы не пережить то, что пришлось пережить мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прогуливаясь по улице Макдама, вы можете увидеть большое количество таких разбитых автомобилей. Некоторые сохранились даже получше, чем этот. Почти на каждой улице вы встретите несколько таких автомобилей. Прежде чем я все же решила сесть в нее, сотрудник Anama проверил ее от и до. Каждую деталь самой машины и землю под ней. Я хочу обратиться к тем из вас, кто тем или иным способом окажется на освобожденных территориях. Как бы вам этого не хотелось, какие бы воспоминания не вызывал у вас вид этих автомобилей, не подходите и не прикасайтесь к ним. Не забывайте, что наш коварный враг на это и рассчитывал, поэтому и мог заложить внутри, рядом или под машиной минуту, или другой опасный для жизни предмет. И это касается не только автомобилей. На улицах вы будете часто встречать газовые плиты, холодильники. Будьте бдительны, чтобы не позволить ностальгии и воспоминаниям о прекрасных днях, прожитых здесь, лишить вас осторожности и подвергнуть смертельному риску. Особенно, если вас не сопровождает сотрудник Anama или другой человек, обеспечивающий вашу безопасность. Мы рекомендуем всем, кто посещает освобожденные земли, беспрекословно слушаться указаний сотрудников Anama. Делать только то, что они говорят. Не выходить за пределы очищенных дорожек, не бросать какие-либо тяжелые предметы в сторону минного поля, так как это может привести к взрыву. Это нужно для вашей же безопасности. Те граждане, которые посещают свои дома, должны воздержаться от того, чтобы прикасаться к каким-либо предметам, будь то мебель, бытовая техника и даже посуда. В нашей практике были случаи, когда мина была прикреплена к кастрюле. Каждый предмет, который вы видите на освобожденных территориях, может быть источником смертельной опасности. Большинство из тех, кто оказывается здесь спустя столько лет, хочет посетить кладбище и помолиться за упокой души своих предков. При этом, конечно же, могут возникать ситуации, когда в порыве эмоций гражданин может выйти за пределы очищенной дорожки, что может стать причиной трагедии. Мы настоятельно просим всех, кто посещает освобожденные территории, соблюдать правила, не выходить за пределы очищенных зон и быть бдительными. Я хочу сказать еще кое-что о мерах безопасности на освобожденных территориях. Граждане, которые впервые за долгие годы посещают родной дом, конечно же, поддаются эмоциям. Грустят. Некоторые из них при этом курят. Я хочу попросить курящих не выбрасывать окурки, где попало. Любой окурок может стать причиной пожара, особенно в летний сезон, когда трава бывает сухой. Пожар может не только принести вред экологии нашей Родины, но и стать причиной взрывов, так как на этих территориях есть места, где для последующего обезвреживания хранятся обнаруженные мины и неразорвавшиеся снаряды. Конечно, мы прекрасно понимаем наших граждан, которые покинули свои дома 30 лет назад. Они оставляли города и села целыми и невредимыми. Они такими, как они выглядят сейчас. Вполне естественно, что, оказавшись здесь, наши граждане проявляют интерес ко всему, что напоминает им о той прекрасной жизни, которая била ключом в этих домах. Они хотят увидеть, потрогать все, что вызывает у них чувство ностальгии. Но мы, как люди, которые уже долгое время находимся здесь и занимаемся разминированием, не раз видели, насколько коварным и жестоким может быть наш враг. Мы находим мины и ловушки в самых неожиданных местах. Поэтому мы хотели бы посоветовать гражданам, которые посещают эти места, в первую очередь передвигаться исключительно в границах очищенных участков и ни в коем случае не притрагиваться к предметам, которые могут вызвать их интерес. Наш враг специально закладывал мины в местах, которые кажутся безопасными, под предметами, которые притягивают внимание и вызывают интерес. Расскажите нам о самых неожиданных ловушках. Самые опасные ловушки мы встречали на бывшей линии соприкосновения, в местах, где находились армянские посты. Были случаи, когда армяне демонтировали детонатор противотанковой мины, заменив его противопехотной. Те, кто разбираются в минах, поймут, чего они добивались. Обычная противопехотная мина содержит около 100 граммов взрывчатого вещества. Ее основная цель — это живая сила противника. Причем в большинстве случаев взрыв такой мины не убивает, а калечит человека. Противотанковая мина содержит 7-8 килограммов взрывчатого вещества. Если человек наступит на противопехотную мину, скорее всего, он лишится части ноги, но выживет. А теперь представьте, что будет, если под вашей ногой сдетонируют не 100 граммов взрывчатого вещества, а 7-8 килограммов. Мы за время своей работы часто встречали такие ловушки. Также они использовали обычные трубы для создания ловушек. Они нарезали трубы по одному метру, наполняли ее взрывчаткой, электрическим детонатором и осколками. Во время работы на дороге Барда-Агдам мы неоднократно находили несколько мин, сложенных друг на друга. Изначально мы посчитали, что это случайность, однако впоследствии мы часто видели такое. Были случаи, когда мину прикрепляли к артиллерийским снарядам, валяющимся на земле. На что следует обращать особое внимание? Резервуары с водой, жилые дома, кладбища. Все эти места привлекают повышенное внимание. Вы можете пострадать от взрыва. Нужно обязательно дождаться, пока специалисты проверят все до самой мельчайшей детали. Все мы видели, какие ловушки они оставили после себя в лачине. Двери, предметы домашнего обихода. Все может быть источником опасности. Даже стволы деревьев. Такие мины называют направленными. Приходя в действие, они могут уничтожить все живое на расстоянии 50, 100, 200 метров. В нашей практике были случаи, когда две или три мины были заложены друг на друге. Были случаи, когда мы обнаруживали противопехотную мину, к которой скотчем были прикреплены артиллерийские или минометные снаряды. На территории Агдама мы находили захоронение большого количества различных снарядов. 30-40 снарядов в одном месте. К нам, авторам проекта Агдам, очень часто обращаются жители Агдама, которые хотели бы принять участие в съемках и вместе с нами увидеть свои дома. Многие утверждают, что закопали в своем саду что-то очень важное и памятное. Нам говорили, например, что в одном из дворов более 30 лет закопано 40 килограммов бегмеза. Кто-то говорит, что закопало декварное ружье. Некоторые рассказывают, что закопали очень дорогую посуду. Никто, правда, пока не говорил о закопанном золоте. Сегодня я хочу ответить всем тем, кто обращается к нам. Все освобожденные от оккупации территории считаются загрязненными минами и другими взрывоопасными предметами. И на этих территориях нельзя вести какие-либо раскопки без разрешения и профессиональной помощи сотрудников АНАМА. Речь не только о съемках нашего проекта. Если вы когда-либо окажетесь здесь, ни в коем случае не видите раскопки где бы то ни было без участия сотрудников АНАМА, так как эти раскопки могут привести вас к точкам смерти, заложенным врагом. Каждый из вас должен понимать, что все эти территории таят в себе массу опасных для жизни предметов. И эта опасность сохраняется до тех пор, пока сотрудники АНАМА не завершат полную проверку и очистку. Поэтому я рекомендую воздержаться от раскопок. То, что вы закопали 30 лет назад, не может быть дороже вашей жизни. Любые раскопки на этих территориях запрещены. Когда завершилась Вторая Карабахская война, с 10 по 20 ноября, когда армяне должны были выйти из Агдама, я бы хотела узнать, сильно ли армяне загрязнили минами Агдам за эти 10 дней? Да, конечно. Когда враг понял, что проиграл и вынужден уйти из Агдама, он отходил, минируя и загрязняя все, что можно. Они пытались сделать все, чтобы нанести максимальный ущерб нашим военным и гражданским, которые придут сюда после их отхода. Придя сюда, сразу после отхода армян, мы обнаружили большое количество самых разнообразных ловушек. Большая часть города Агдам очищена от мин, разорвавшихся и неразорвавшихся снарядов. Сюда входит и 190 гектаров, на которых расположен Агдамский промышленный парк. В этом парке и в центре Агдама осуществляются инфраструктурные проекты, строятся различные объекты, формируется новый облик города. Но в некоторых частях города и в окрестностях все еще продолжается процесс разминирования и очистки. Опасность никуда не делась. Каждый день здесь завершается звуками взрывов обнаруженных мин. Обнаруженные в течение дня мины и снаряды собираются на специально выделенной для этого территории и обезвреживаются методом подрыва. Подрыв одной мины осуществляется с расстояния 400 метров. Если мин много, это расстояние увеличивается до 1000 метров. Сейчас мы находимся там, где все это и происходит. А я хочу приложить руку к очищению нашего родного края от точек смерти. Меним дэлэм дэйсэм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...